В этом видео. Файл говорит, за что ты так с нами? Не школьница. Для профессиональных. Что это такое? Это вообще синтетика. Это что за безобразие? Это на ноги? Это хорошая такая юпочка, но немножко чуть-чуть великоватая. Всем хай! Здравствуйте, дорогие друзья. В общем, скоро у нас что? Отстойный сентябрь. Это значит что? Отстойная школа. А еще на меня сегодня очень отстойный макияж. По одной простой причине, кто-то тестировал косметику Куроми. И я думала, она будет классной, но она оказалась, ну, какой-то такой. Поэтому уж извините, сегодня вот макияж у меня на таком, на Куромевском. Короче, Каролина заказала мне одежду с Вайлдберрис. Школьную, чтобы я ее примерила. Я спросила ее, а нахрена ты мне это заказала? Я так-то в школу вроде не планирую. А она такая, вот так тебе. И в общем заказала. Не знаю, что заказала. Давайте посмотрим и сделаем оценочку одежды с Вайлдберриса. Ура! Распаковка одежды с Вайлдберрис. Так, извините, пожалуйста, важный вопрос. А что случилось с пакетом? Пакет же выглядел иначе. Простите, пожалуйста, это что за экономия на пакете получается? Пакеты же всегда были пластиковые. Дорогие, богатые. Я даже отзывы на пакеты видела в интернете. Люди любили эти пакеты. Вайлдберрис, за что ты так с нами? За что? Ладно, распаковочка. А мои школьные наряды сегодня будет оценивать Танечка. Всем привет, сегодня Лиса пригласила меня на завтрак, но в какой-то рандомный момент она говорит, сейчас ты будешь обозревать вещи с Вайлдберрис. Я такая, ладно, погнали. Я не знаю, что меня ждет. Образ номер один, базовый школьник. Распаковочка чек. Так, здесь что-то кожаное. Подождите, пожалуйста, это что? О май гад, это такая вот фэнси юбка. Между прочим, такой деликатной длины. Посадка на талии, ну нихрена себе. Вот это вот я понимаю, юбка так юбка, да, она достаточно огромная. Не, ну извините, мы все-таки в школу идем. Это вот повседневный вариант для школы. Шито действительно неплохо. Правда, на ней нету ценника, как бы. Что за досадное недоразумение такое произошло? Почему нету ценника? Почему нету бирки? Почему нету информации о размерах? Даже очень интересно посмотреть, кто вообще такую сумку продает, потому что так делать нельзя. Я теперь буду душнилой, то еще, потому что сама шмотки делаю и как бы поясняю за это. Так, что-то вижу очень интересное. Блин, мне нравится эта распаковка, знаете, так прикольно распаковывать, когда ты не знаешь, что там вообще тебе придет. Сидишь, копаешься, мусор разводишь. Не, ну это, конечно, да, для школьников, которые поясняют за альт, очевидно. Эй, Тянка, шаришь за альт? Ну да, ну вот, очень уместно смотрится, класс, идея мне очень нравится. Классный, классный. Здесь просто дурацкая резинка, которая особо не регулируется, ну и в целом она, правда, выглядит очень дешевой. Но сама часть галстука мне нравится. Следующая вещичка. Это рубашка, коротенькая. Кстати, очень милый у нее дизайн. По ощущениям она, правда, немного жестковатый, знаете, тот самый, ну такой вот хлопок, который весьма грубый и не супер приятный. Но в целом она мне, правда, нравится по дизайну. И у меня, знаете, такое состояние, когда дизайн чисто тащит, и тебе уже на качество, ну, ты готов смириться. Надеюсь, смотреться, это будет так же хорошо, как выглядит в руках. Колготки? Ну, мне надо было ставить в школе ауки, как бы, чтобы это выглядело не странно. Так, ладно, проверка, что там за колготки. О май гад. Слушай, а колготки-то действительно хорошие. Это колготки-чулки, извините, пожалуйста, ребята. Для профессиональных топовых школьниц. Класс. Примеряемся. Тяги бархатные, муля, сиску не зарабля, что-то тяни, что-то тяни, что-то тяни. Вау! Ты такая школьница, слушай, какой галстук. Объедите себя, покрасуйся, на картоночке. Слушай, ну хорошо, только мне не нравится длина юбки. А, смотри, тут какой контент. Тут как бы, да, контент для абсолютно топовых школьниц и учениц. Но по длине, согласна, длина юбки странная, но как бы, если ты хочешь такая белая, ты показываешь, что у тебя чулка колготки-то вообще красиво. Ага, капец, ребят, у неё чулка колготки. Ааа, сынбай! Слушай, роскошно. А, помогите. Ты бы пришла так на 1 сентября? Кстати, да, на удивление, да, реально, но меня устраивает. Если бы сказали, что нужно делать длинную юбку, я бы такая, да, блин, как бы у меня вот такой контент происходит. Кстати, я помню, когда я училась в школе, это было так модно носить колготки вот с такими вот чулками. Да. Я ещё помню, были с какими-то тоже котятами, Hello Kitty, вот эти вот колготочки. Блин, ну ты вообще модница, конечно. Хочу поставить Каролине 10 из 10, потому что сегодня она отвечает за одежду, я её не видела. Меня только распаховала, так что вот этот вот человек абсолютно подобрал нам аутфиты. Первую лучку я ставлю, ну, как бы класс, да, альтернативные дети всё ещё существуют, они молодцы. Я бы сюда ещё добавила очень грубые ботинки. Да, хочется грубые ботинки и какой-нибудь рюкзак такой странный, с шипами. У меня такой был. Конечно, я не удивлена, у меня был с Барби. Напишите в комментариях, какой у вас был первый рюкзак. И с покемонами у меня ещё рюкзак был. Мне очень нравится галстук, кстати, я впервые такой вижу. Очень крутой, на, потрогай. Какими-то цветочками, сердечками кожаные. Кстати, идея реально неплохая, это просто, по сути, пины. Барби-калат. Я тоже ставлю этому луку 10 из 10. По качеству я сказала, что она достаточно жёсткая, эта хлопковая рубашка, когда только примеряла, но в целом мне нормально. И даже юбка мне нормальная, и вроде как она достаточно плотная, то есть там от любого ветра она не будет куда-то уходить. И она на тебя села, она с тебя не слетает. Что лучше, Лена, на батареи вообще на меня. Так, сколько там стоил этот лук? Я думала, что как будто здесь самые дорогие. Они, наверное, стоили косарь. Возможно, юбка. Есть школьница, которая без ума и тебя, сэмпай. Да ладно, рубашка? Дашка. Правда? А сколько она стоила? Вроде полторы тысячи. А знаете, почему такая дорогая рубашка? Потому что у нас сло. Разрезы вон там. Короче, рубашки стоят гораздо дороже. Могли сами это все отрезать, и было бы дешевле. Могли. Рубашки от бренда Бездна скоро будут, кстати. Вот они вот, рубашки будут. А вообще офигенные, ребята. Такие рубашки будут даже сплитовые, и не будут мяться. И мягкие. Вот, вот рубашки от бренда Бездна прям запомнили. Я уже жду. Я жду эти рубашки. Все, я жду еще трюк. Давайте. Юбка, но если она дешевле, чем рубашка, может быть, рублей 800. В итоге этот лук обошелся мне в 2804 рубля. Лук второй школьник Айдол. Что-то побольше. Позиция номер один. И это вот такая вот юбка с очень крутым дизайном, с крутыми карманами. Мне кажется, она мне будет велика, но посмотрим. Это фальш карманы. Ладно. Сам дизайн очень приятный, мне нравится. Я бы такую юбку сама бы даже гоняла, она прям хороша. Пиджачок укороченный, очень милый. По составу это, конечно, лютая вообще синтетика, прям лютейшая. Знаете, мне кажется, на меня сейчас просто статическое электричество обрушится, но это же другая история. По дизайну, правда, приятно. Я люблю такие вещицы, мне нравится вся эта азиатская приблуда. Поэтому нитки особо не торчат, нигде никакой дичи нет, да, какие-то места есть не идеальные, но это и хрен с ним. Никто не умрет от того, что здесь вот такая вот нитка торчит, да? Я же не умру, не умру. Не расходится шов и самое главное. Мерим. Лук номер два. Боже мой. А так и должна сидеть в юбке, да? Нет, она должна сидеть вот так. Мне немножко, она здесь великовата. Это хорошая такая юбочка, но немножко чуть-чуть великоватая. Не все юбки сидят на мне так, как предыдущая кожаная. Здесь прекрасно все. Сам по себе я костюмчик, мне нравится. Ну, дизайн, фасон. Ну, качество, конечно, страдает. Ну, и ваутбрис это все-таки. А это всего лишь фальш, карман. Не настоящие. Считаю, что в школьной одежде вот фальш, карман, это просто чертовое извращение, потому что куда-то засунешь шпоры, резко спрячешь телефон. Ну, в общем, как бы в карманы в школьной жизни играет огромную роль, вам хочу сказать. И даже потаенные карманы должны быть. Ты такая, алле, оп, вроде что-то почесала, вроде достала, как вы понимаете, телефон. Ты была из тех, кто списывает или нет? Да. Все-таки, простите. Мои учителя. Я списывала, я вообще была троечницей в школе. Оу. Неожиданно. Да. Потому что я очень много рисовала, и по изо у меня, конечно же, было пять. Знаете, творческим уроком. А по математике я вообще не знала. Математику, физику, химию, поэтому я списывала. Я была почти отличником. Но быть отличником мне мешал мой характер, потому что меня просто ненавидели учителя, и все время занижали у меня оценки. Пятерки на четверку вообще-то занижали. Ужасные люди были, вообще все обсуждают максимально. Ну, я за это их тогда тоже осуждала, потому что получала, как бы, свои четверки проклятые. Но, несмотря на это, я всегда еще все списывала. Возможно, я была отличницей, поэтому не то, что была у меня, а потому что списывать умела. Поэтому, знаете, вот я вот тут шарю за карманы, как бы. А что списывать, плохо, а на всякий случай осуждаю. А вы видели такой лайфхак? Сейчас придумали какие-то суперумные дети. В пенал кладут телефон, и на телефоне фотография принадлежностей, типа ручки, карандаши. И когда проходит учитель, просто ты смахиваешь эту фотографию ручкой, карандаши, а там шпоры. Гени, молодцы дети, вообще уважаемые. А у меня были шпоры всегда вот здесь вот. Рисовала на ляжках и старалась не поделиться. А сейчас я выдам вам супер-экстра-мега-шпору, ультра-мега-шпора. Запоминайте вообще, значит. Купаете одноцветные тетради, они обязательно должны быть глянцевые. Знаете, такие глянцевые, золотые, розовые, серебряные. Ну, короче, она должна быть глянцевая и без рисунков. И вы на этой глянцевой фигне, просто полностью ручкой, которая уже не пишет, в ней не чернил, просто пишете прямо на самой этой глянцевой тетради. Тетрадь, конечно, на парту. Для учителя это просто какая-то тетрадка с узором, потому что на этом глянце ни хрена не понятно. Но ты-то все знаешь и все видишь. И как ты списываешь с нее. Рабочая схема, слушай. Схема работала всегда, ноль раз палили меня за этим. Обязательно напишите в комментариях, хорошо или плохо вы учитесь, и как обстоят ваши дела со списыванием. А может, даже поделитесь лайфхаками шпор, думаю, многим будет полезно. На всякий случай осуждаю. Короче, ладно, возвращаясь к нашим одеждам. Что я могу сказать? В целом классно, но мне просто за счет того, что это не по размеру, Ну, я полагаю, если бы она сидела как-то вот так, был бы вообще хайп. Ну, скорее всего, это вот как-то так и должно сидеть. Да, так вообще классно. Вот такая для нас суперка. Мне нравится. Все еще не спаймеры, наши колготки. Это правда. А, нехарас. Это мои любимые. Подумайте, сколько стоило. Три с половиной за все. Мне тоже кажется так. Да. Но три пятьсот, это мало. Думаешь? Мало. Качество, мне кажется, столько и стоит, честно. Ну, это прям совсем мало. А, ну, это без рубашки, естественно. Только чисто вот это, вот это и вот это. А, точно. Я просто отсюда вижу, насколько сильно видно, как торчат нитки из пуговиц. Да. А, ой, Каролина ошиблась, и костюм стоил две тысячи триста рублей. То есть весь этот комплект стоил три тысячи девятьсот девяносто семь рублей. Лук третий, я альт-школьник. Это какой-то альт-свитерок. Ну что ж, отцени. А, это не свитерок. Это значит, у нас получается вот такой вот жилет. Ну, по качеству, я вам хочу сказать, некачественный вообще. Прямо как мой макияж, и я не могу набомбиться. А, черт. Поскольку я постоянно проверяю подобную отстойную косметику, то хочу поднять тему ухода за кожей. Из-за частого нанесения косметики, кожа вообще-то может сушиться, и ей часто требуется дополнительное увлажнение. И чтобы заранее избежать сухости и неприятных шелушинок, я открыла для себя новую коллекцию Lab от Mixit. Она нацелена на увлажнение кожи, что очень важно при постоянном нанесении макияжа. Я пользуюсь ей уже более недели, и могу сделать честный отзыв. Что ж, в первую очередь надо смыть макияж. Воспользуйся своим привычным средством для снятия макияжа. После нанесения любого средства для снятия макияжа, обычно картина вот такая. Поэтому первым этапом за уходом для кожи у меня, конечно же, после до макияжа идет пенка. Наношу. Могу сказать, что чистящая пенка Love Wow отлично справляется с остатками макияжа. Сейчас вы сами все увидите. Она также тонизирует и выравнивает текстуру кожи. И при этом после нее не чувствуется стянутости после умывания. Следующий этап. Я освежаю кожу тоником. Если что, то он подходит как для сухой, так и для жирной кожи. Борется с пигментацией и очищает поры. И закрепляю результат вот таким вот питательным кремом. И знаете, что самое важное? Он ложится без жирной пленочки. А еще он подходит и для утреннего, и для вечернего ухода. Кстати, в состав продуктов входит мочевина, гиалуроновая кислота и еще пантенол. А все это способствует супер качественному увлажнению кожи вообще-то. Слушайте, ну спустя неделю применения реально кожа себя чувствует очень здоровой и очень увлажненной. Думаю, это даже по видео заметно. Если что, продукты можно купить на Вайлберис или на Азоне. Я оставляю вам артикулы. И даже не нитки торчат, а ты просто держишь это и думаешь, на что я отдала свои гроши. По виду норм, по запаху и состоянию не очень. Но этого не видно на видео, поэтому я не знаю, что и сказать. Так. Ну, галстук. Он выглядит как любой косплейный галстук с Алика. Ничего не знаю, что сказать. У меня таких галстуков миллион, и он неплохой. Осталось только разобраться, чтобы он заработал свою работу. Он заработал свою работу. Кстати, вот такие вот галстуки, я не знаю, может, у вас они уже давно тоже есть, вам это не интересно. У них прикол в том, что они здесь находятся на молнии. И ты эту молнию делаешь вот так. Жмак. И можешь спокойно, удобно, контигурировать как надо. И не нужно учить делать узелки. Я их, кстати, делать не умею. И вообще мало знаю, кого кто их делать умеет. Но этому я ставлю лайк. Если это Каролина купила рублей за 100-300, заслуживает уважения. Примеряемся. Сегодня, получается, я прихожу в школу вот такая вот, да, типа, ну, красиво одета. Ты студентка? Здесь не так много вещей, но какие они... Мой самый любимый лук теперь. Настолько. Да, это правда мой самый любимый. Я бы в школе за него душу отдала, мне кажется. Потому что я мечтала о такой жилетке. Слушай, кайфово. Она, конечно, не такая теплая, как я думала. По качеству плохо. По дизайну хорошо. Вот мой вердикт. Здесь отличается только жилет и только вот этот потрясающий аниме от косплея какой-то штуки. Чуль, наверное. Галстук. Галстук совсем такой. Ты сталкивалась с такими галстуками? Да, конечно. А сталкивалась? Хорошо, тогда не буду объяснять. Не, лук супер, мне очень нравится. Я бы так хотела ходить в школу. Мне нравится, как это выглядит. Но мне почему-то кажется, что если ты придаешь такой лук в школу, тебе все равно скажут. Это что за безобразие? Уходи, клятый ребенок. Потому что вроде все формально и официально, но выглядишь ты так, как шалун. Нет, ты выглядишь как панк. Я думаю, что эта штука стоит рублей 700. Сколько? Галстук крис-панк. А, я чуть не умерла, когда мне после условий стыскала столько же стоит. Да, я тоже так понимаю. Нет, 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 конечно. Нет, за галстук я бы больше 150 даже не дала бы. Что он криса стоит, это прям уже... Фу. Это чисто для фотосессий каких-то тоже. А юбки-то потянула, что на юбках кажется коробкой? Я обычно на юбки так ношу. Примерно все, я уже привыкла, и джинс тоже. Понятно. А так, если бы я не потянула, ну вот, мы можем ее собрать назад. И она бы села вот так. А, мне 30. Убейте, убейте. В итоге этот лук стоил 2866 рублей. Перед тем, как я покажу вам этот легендарный аутфит, хочу напомнить, что в каждом видео я провожу конкурс на самого активного участника моего телеграм-канала. В том видео я разыгрывала косметику от Наруто и вот победитель. Мы тебе обязательно напишем и отправим. Николай, вот ваш чай. А в этом видео на кону стоят две десней палетки с Жасмин и Рапунцель. И в этом видео можно выиграть будет вот такие вот две палетки. Одну с Рапунцель и одну с Жасмин. Так что обязательно следуйте условиям конкурса. Все очень легко. Самые активные получают вот такой вот приз. Ну, круто же выглядит. Одна палетка была, лол, куплена в Германии. Ну, собственно, вот тут вся информация. А другая была куплена в России. Условия очень просты. Подписка на меня, подписка на мой бренд Бездна и активность в обоих каналах. Короче говоря, ждите поста с условиями, а мы продолжаем. Лук, четвертый советский школьник. Это что? Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем. Это же эти советские штуки. Или это из магазина для взрослых. Я не понимаю, что это такое. Оно пахнет, как будто вот оно с рынка. Рядом продавали рыбу. Вот отвечает, вот прям рыбный запах. Такой... Примиряемся. Я сразу задам вопрос. Каролин, а прости, пожалуйста, а в школу чего я в каком виде? Сегодня я Мальвина. Каблучки, плечики, кокетливая кофточка и яркая помада. Ты студентка? Да, молоденькая. Молоденькая? Угу. Должна была идти. Я на факультет успеха. Это на платье надеваете, на голое тело. Вау. И смотрите, ну и прелесть. Лук. 100 из 10 я поставлю. Ого. Это точно для ютуба мы снимаем? Ну вот такое вот платье. Я не знаю, профессиональное, что надо сказать, бан. Вообще-то этих сарафанов очень много, потому что многие идут в него на первый звонок, на последний свой звонок. Ага, чтобы запомниться, так сказать. Но в таком виде ты точно запомнишься, я вам точно скажу. Пальти на голове потрясающий. Как вы думаете, сколько она стоила, раз она дорогая? Это бесценно. Может быть тысячу? А это точно с Wildberries или в какого-то другого магазина? Нет, на Wildberries есть вот эти вот классовые ролики. 700? 700 рублей. Да ладно. Вообще рекомендую, вот в этом костюме можно идти просто топ-контент. Вообще всем понравится. А если кто-то скажет, что не так, вы спросите, а что не так? Я никогда не видела в жизни оригинальную форму, это же период СССР, правильно я понимаю? Как будто бы да. Типа вот весь вайп. Более усовершенствованные только. Потому что в СССР они были без вот этих вот рюшечек. А, они просто были типа белые? Да, просто. Ну блин, это как будто выглядит реально суперкруто. Не знаю, что скажут современные школьники, как вам такого плана форму. Но мне кажется, реально на какую-нибудь черную юбку, там, из-за черного платья, ты выглядишь ну прям реально как какая-то готическая лолита. По-моему, это секси-писец вообще. Да. Все. Ну да, вот этот цветок росомахи можно убрать, это вообще потрясающе. Роскошно. Я в восторге от этого образа. Ну я уже говорила, 100 из 10 я ставлю ему. Кстати, на меня футболочка от бренда Бездна. Бренд Бездна, вот если вы еще не знаете, всем рекомендую. Вот знаете, есть бренды, они типа крутые. А вот есть Бездна, а это вот больше, чем все остальное. Очень-очень рекомендую вам. Конечно, за ними поглядывать. Сама за ними поглядываю. Каждый день 2-4 на 7 все же за Бездной. Что-то генерирую. И вот такое вот потрясающее великолепие мы сделали. А еще, кстати говоря, вот конкретно эта футболка, короче, создана не из обычного хлопка, а есть так называемый бархатный хлопок. Это самый дорогой вообще вид ткани, который существует для футболок. Короче, круче этого вообще нет. Но типа это вот, знаете, это вот самая крутая ткань из всех доступных игр. Да, она, конечно, жива Бездна. Пока всего лишь 6 тысяч рублей такая футболочка стоит. Потом будет дороже, но пока шестерку решили оставить. Как я говорю, у нас будет подражание. Было 4 500, сейчас 6. Такие дела. Ладно. Ну, это штука на руки. Тепло, хорошо, тактильно, норм. Не самая лучшая вещь в моей жизни, но это типа обычные нарукавники. Нарукавники, поэтому с ними все, в принципе, всегда одинаково, неплохо. Мне нравится. Ставлю лайк. Гетер. Это на ноги? Итак, надеваем, короче, на ноги. Сейчас проверим. Ну, вы знаете, для рук, честно, лучше, потому что как гетер это выглядит странно. Мне, ну, типа, реально просто выглядит как то, что я нарукавник на ногу запихарила. Да, моя нога выглядит так странно в кадре. И вообще кадр такой сомнительный. В общем, ладно, не смотрите. Свитерок. Применяемся. Давай мути, а джути, заяц, люблю себя. Это последний аутфит. Слушай, я даже не знаю, какой теперь мой любимый. Да ладно. Мне нравится юбка. Это Сара увидела, я просто такое надела. Ну, это тоже слайд, Борис. Ладно. Хорошо, тогда мне нравится еще вязанный топ. Да, возьму топ. Фитер хороший. А сейчас есть вот это. Вау. Слушай, это как будто бы прямо сейчас максимально актуальный лук. Ну, да. Ну, бант все портит. Уже не выглядит так папусно. Ты уже как девочка какая-то с... Ну, мне кажется, что сейчас даже осенью ты сможешь так ходить. Ну, да. Вот прям вот так вот в школу вообще сам. На топ в универе рекомендую. Нет. Осуждаю. На всякий случай осуждаю. Да, мы уже осуждаем на всякий случай. Это правда на всякий случай. Как бы все осуждения на всякий случай. Ну, как по качеству? Ладно. Ну, топ, мне кажется, стоил тысячу. Вот эти вот гетры, я думаю, рублей 400. А сколько стоил бант? Он в комплекте шел. Да ладно, еще в комплекте в том шел? Да. Идеально. Просто браво. В общей стоимость лук стоил 2229 рублей. В общем, такая распаковочка. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, кстати, на Таню. И на меня тоже. Пока. Я в шоке. Обязательно проголосуйте за лучший лук в комментариях. В моих руках косметика от Наруто. Ребят, упаковочка очень классная. А этот никакого отношения к оранжевым не имеют. Верните оранжевый. Какого черта? Никакой подводки мне не положили.